Всех приветствую! Меня зовут Оксана Майкова. И в преддверии нашего семидневного мастер-класса «Сам себе риэлтор» я бы хотела показать вам, сколько вопросов мы получаем на нашу почту о недвижимости, об испанской недвижимости. Выгодно ли покупать сегодня? Почему именно Испания? Какие преимущества получает инвестор, вкладывая деньги именно в испанскую недвижимость? Можно ли получить ипотеку в испанском банке? И вот такое небольшое видео я решила для вас записать. Я отвечу на самые-самые распространенные вопросы, которые повторяются в каждом фактически письме. Например, выгодно ли сегодня покупать недвижимость в Испании? Ребят, каждый рассматривает этот вопрос для себя индивидуально, смотря во что вы инвестируете. То есть можно получать пассивный доход, можно инвестировать в здоровье, можно инвестировать в образование. То есть может быть это довольно общие слова я сейчас говорю. Но для каждого человека, который приезжает в Испанию и выбирает себе квартиру, мечтает может быть о доме у моря, для каждого этот вопрос абсолютно индивидуален. То есть каждый отдельный случай мы рассматриваем отдельно. Еще один вопрос, на который можно четко ответить. Дадут ли вам ипотеку в Испанском банке и под какой процент? То есть если вы не являетесь резидентом страны. Безусловно, у русского рынка сегодня репутация хорошая. То есть русским в Испанских банках ипотеку получить можно совершенно спокойно, именно под покупку определенного объекта. Рассчитывать нужно на 50% от стоимости жилья в среднем. Какие-то объекты под 60%, какие-то под 70%, но это случаи достаточно редкие. Поэтому мы будем говорить о 50% от стоимости объекта под 4% годовых в среднем. В каком-то банке это может быть 4,3%, в каком-то 3,8%, но рассчитывая на 4% вы не ошибетесь. Часто задают вопросы, какие дополнительные расходы я понесу, покупая тот или иной домик или те или иные апартаменты. Чтобы представить общую картину, прибавляйте к сумме объекта 15%. То есть какие эти 15% мы опять же обсудим с вами. И мы их обсуждаем, встречаясь на наших онлайн мероприятиях, на наших конференциях. И вот тот мастер-класс, который я планирую, там этот вопрос будет освещен подробно, детально. Ну, еще какие вопросы. То есть, конечно, многих интересует. Ну, купил я недвижимость. Дальше. Как ее сдать в аренду? Можно ли получить с нее пассивный доход? И на какой срок лучше всего сдавать ипотеку? Больше всего ответов почему-то, да, когда я спросила у моих клиентов, у моих слушателей, на какой срок вы сами хотите сдавать. Я получила почему-то больший процент на длительный срок. Пожалуйста, подумайте о том, что если вы сдаете квартиру на длительный срок, то значит, сами вы приезжать не сможете. Очень сложно объяснить жильцу, что ему нужно выехать на июль-август и где-то потусоваться. То есть, в худшем случае вы потеряете клиента. Ну, и в лучшем случае тоже, в принципе. Поэтому, если мы рассматриваем недвижимость с целью получения пассивного дохода, то нужно смотреть все-таки на краткосрочную аренду. То есть, на горячие месяцы. Это май, июнь, июль, август, сентябрь. То есть, за это время вы можете отбить оплату своей ипотеки. То есть, в принципе, это всех волнует. То есть, смогу ли я покрывать, сможет ли сама квартира покрывать мою ипотеку. Я скажу вам на своем опыте. То есть, три года я проживала не на Коста-Дельсоль, а на Тенерифе. И моя квартира сама себя покрывала. То есть, это затраты на коммунальные услуги и саму ипотеку. То есть, вот такие вот вопросы часто задают. Вот такие вопросы часто всех волнуют. Те, кто посещает мои вебинары постоянно, вы знаете, что мы к каждому вопросу подходим очень курпулезно. Подробно его обсуждаем. То есть, поэтому я всех приглашаю участвовать. И именно для этого, именно для этой цели новый проект запускаю. То есть, запустится он, ну, сообщу всем, кому будет интересно, когда. Семидневный мастер-класс. Сам себе риэлтор. Регистрируйтесь. С вами была Оксана Майкова. Ну как, молодец.